так и до конец где прислали виноградов алексей привет ну спасибо что таким кажется вот пожалуйста было у нас 0 было даже несколько градусов плюс ждали огромного снега ждали дождя в нескольких регионах сибири лил проливной дождь это ужас и тут наоборот у меня получается не самый мягкий климат потому что обошлось видите таблицу видите вот и впереди что у нас морозы вот и слава богу что у меня не было один день было маленький плюс и слава богу я надежда на урожай остались одежды в регионах это случилось на урале это случилось европейской россии дожди и морозы и кое-кто уже расстался мы с урожаем ждут урожая до минус 30 но так как деревья не проснулись вот я надежды не теряю спасибо за этот снимок это скопировано пропадает комментарий вам это не интересно я делаю тоже именно там где я тебе видео делаю с детьми и для детей и детьми и для детей делаю там отключаются комментарии автоматически видимо он быть из-за слова дети слова дети которые упоминаются в заголовке вот но я уже думал так ну допустим это правда сейчас не буду вот видите комментарии подвигает видео т т т т т т сейчас блокирует все комментарии детям нельзя показывать ну короче я делаю фильмы для детей им надо показывать если мне не будет название слова дети тогда комментарии будут все же с вами с комментариями остальные нормальных только где дети упоминаются задание никто не будет эти детям эти фильмы показывать я надеюсь что хотя бы один из шоке один из тысячи ребенок посмотрим и позавидовать тимошки вот и позавидовать там мальчишки помните с которым начинается вебинар с абрикосом уникальный абрикос так дежурный по россию это я приезжайте к нам на колумбу нет лучше вы к нам эту шутку хорошо помните из кинокомедии так вот ко мне на колумбу в шушенский район приехал лет 10 назад курдюмов созвонился он лично директором гсу опытнейший работник многолетний директор уникальный сад уникальнейший для сибири это субботинский это галина николаевна бойкова вот этот уникальный человек подарил курдюмову стыд позор я-то рядом с русской войс это сакубани подарил ей а он мне подарил и мы сейчас с вами будем эту таблицу смотреть смотрите знаете почему потому что нам надо сейчас пусть пока немного нас избавиться от одной из страшнейших ошибок которая привела к гибели миллионов деле миллионов 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 вот она очень легко это сделать одно из дичайших заблуждений которым сегодня сейчас практически никто не знает ну вы знаете ну и то не все ну постоянно и вы эти слушатели знают но это и все на всю страну до миллионы и так первый столбик моего изучали вот 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 из него мы знаем что температура это не я же цифры вставлял красноярске 1820 средняя это самая средне зимние 1820 по порядку вторую строчку мы не изучали никогда один раз так мелком сказал но никто не врубился и на прошлом канале я сказал изучите вот эту вот ну понятно все люди заняты никто изучать не стал и выводы не стал делать а выводы сенсационные это и открытием нельзя назвать просто нужно немножечко уменик только это делал хотя открытие состоялось так вот температура на высоте 10 метров за три зимних месяца смотрите на почве на 10 метров и так там 1820 а здесь 1824 где холоднее а итак новосибирск где холоднее там челябинской области 14-19 16-20 где холоднее это что я цифры поставил это цифры самые объективные на свете это что бойко исправляла тут или как вы понимаете поднимите наверху наверху холоднее красноярск 20-23 да что же это такое творится а за каким хреном нас это самое лучше что у земли холоднее 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 я много лет назад еще не было никакого интернета меня печатала позида и кто из вас вспоминайте железо повесил когда не было этой таблицы в помине железо повесил три градусника на высоте 0 на высоте метра на высоте 2 так вот на высоте было так или все три показывали одинаково вот или у земли было теплее а я в этом ребят а уже начал бороться пусть еще не знал правда надо было установить я привел персики персики привал у земли персики привал на метр и на два становился на на стрелянске привал на два метра все погибли в чертой матери кроме тех которые у земли хорошо это вопрос серьезный и продолжаю вы скажете а снег закрывал какой хрен снег я вам показывал этот снег только нижние скелетные ветки скелетные привитки вот или привитые на однолетние сельсы на двухлетние не замерзали на высоте метров все замерзало на высоте 2 замерзало а что таких как я мало было но это еще мало того дело в том что самое страшное вот это вот сейчас увидите копаем лужи мы говорим о серьезных вещах кому это не интересно а как не интересно вы за завтра погубите деревья и так передался век вот сейчас я попробую вам немножечко это как бы сказать то расшифровать обычно откуда берется вот такое дерево ему два года почему она имеет такую форму вспоминание первый год мы садим просто садим дерево сделать там обрезку с верхней частью выбросить чтобы лучше прилегался в этом месте это 19 век вот тогда были умники я вам покажу если дойдет до этого а это настолько интересно что было это да заставляли отрезать книгах заставляли потом было все забыто в чертовой мать и были где-то советы то есть я ниоткуда не взялся я не первый но зато сам дошел зато посадили саженец вот представьте себе что он половинка от этого вот эти вот длинные ветки полезен на второй год и вот как все смотрят на них чешет 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 репу смотрят вот эти низкие ни хрена не плодоносит они могут еще год 5-10 лет потом не плодоносит а дальше их закрывает густоте они еще и отсыхают и тогда кто-то сказал так ну не веря зачем в градусах верить он так видит чем ниже тем хуже растут а то что виноваты что хуже растут пересадка и первый год он переживался и не хотел расти ветки кое-как вылезли потому что он переживался он был больной потом он выпрылся полез вверх накрыл тенью нижней ветки те начали а не давать плоды и б отсыхать ну рисунок номер два ура все выводы сделаны абсолютно неправильные выводы о том что нижние скелетные ветки корни вырабатывают глюкозу вот это глюкоза это подарок всей живности обмен глюкозы на органику повторяю обмен глюкозы который вырабатывает толще верхние ветки это глюкоза в плодах сахара а нижняя это глюкоза пусть не в виде плодов а просто поступает через корни и кормит все общественность это а бактерии б грибы в микориза г кочки корней д черви все любят сладкую почву сладкую и вот тогда получается что была совершена отреза в нижней скелетной ветке полезнейшая нужнейшая а это была совершена страшнейшая ошибка понимаете это я уже за этим числом домысливых смотрите вот это вот фотографию сделал я из питомника белорусского ну для меня русский белорусский это одно и то же вот здесь в Сибири много было кстати я дружил с белорусом так вот кстати этот белорус мой друг в поселке Сизай он привез саженцы готовые с белоруси ездил туда ну уже будучи пенсионером привез посадил через три года все были мертвы а для меня тоже чему-то учило механический перенос невозможен сколько мне говорили что здесь климат мягкий а мне тогда помню подарок привезли роскошный мне привезли три грецких ореха как я радовался через два года они были гортвой вот это был подарок саженцы грецкого ореха вот не получается механический перенос вот этим мы ценимся вот эти единичные такие как Тодоров как Чернобаев вот что мы не просто так переносили мы их адаптировали реагировали так вот видите штамп видите если поглядеться здесь были уже не почки отрезаны а ветки видите ветки вот изувечили а теперь продадут вот а я же этому самому белорусскому президенту сейчас ему не до этого сейчас понятно военное положение фактически в Беларуси скажите что нет а тогда там в мирное время можно было бы и не воевать с деревьями я же ему отправил посылку с книгами с дисками все свои знания все вот ну замминистра ответил сельского хозяйства спасибо ваша книга имеет ценность только для дачников а у нас а кого он себя отнес сами все едят с Польши саженцы с Польши фотографии на их этих белорусских плодопитомников откуда взяты из интернета а что свое то у вас тогда и вот тогда вы продаете вот это вот не догадываясь что была совершенно страшная ошибка страшнейшая нельзя так выращивать все к земле должно у земли теплее как я первый догадался почему я повесил три градусника жаль что не на 10 метров только на метр и на два и на ноль да очень просто я прививал при минусовой температуре сижу на коленях прививал ноги попортил только на подушечку становился снегу раскапывал вот у меня был один год когда я так торопился выпал снег за 9.30 зимой не было а весной выпал я раскапывал яму и смеялся у меня получилась голова ниже задницы то есть сумал голову почти туда в нору потому что надо было тщательно поливать стараться вот это было так вот солнце то светит а на улице минус 10 а мне не холодно встал замерз сел на коленке встал не холодно встал замерз да я сам градусник я что руки мерзнут щеки мерзнут сел не холодно встал замерз с ума не сошел если я 10 раз то повторил я не могу так показаться вот тогда появились градусники а когда появился вот этот самый это самая таблица вот тогда ты и заметил разницу чем выше тем холоднее и вот это была страшная ошибка совершена вот это считается чем выше тем теплее и давайте делать высокую крону и здесь же рядом здесь же рядом бесконечное вопли о том что высокие саженцы собрать не можем эти плоды плоды падают разбивается уже ли за 8-8 метров деревья а году их это самое вы потом прочтете такое письмо где меня высекали но это не обязательно даже сегодня мы заканчиваем разговор почти вот оставлю на закуску но до того интересно когда человек который кончил вуз кончил сельхоз вуз который явно терпеть не может своих же преподавателей он так и написал 90 процентов меня отнес к ним что я якобы выращиваю здоровые деревья которые дают два ведра ни хрена про меня не зная вообще два ведра вот так обидеть человека два ведра в железу а мелкий в мелкий голове вот так вот слушай дальше вот эту ошибку надо искоренять искоренять страшным быстрым способом возьмем теперь учебу и так что делать вы уже купили такое чудо а этих чудес я сейчас покажу эти чудеса вот я приготовил специально это важно скоро же покупать будем через два месяца на базар руки в ноги и это самое вперед вот и кошелек не забудьте потратить последние пенсионные деньги так вот что делать я в принципе можно было вот где вот эта келенточка можно было тут отрезать каким-то чудом здесь появятся ветки но это ветки будут уже не такие полноценные как те которые уничтожены остается вариант ну что то надо а вам подарят такой берем 5 сантиметров вот здесь вот отмеряем чик здесь 5 сантиметров чик и здесь 5 сантиметров чик и вот этот вот что останется примерно вот столько видите сколько вот вот это надейтесь что это выживет вот а все это сейчас когда ему нужно преодолеть а и да и второе там вот эти вот помогут выжить три коротенькие укороченные веточки а отсюда они полезут все равно да Людмила моя милая Людмила из Финляндии подтвердите что полезут помните мы с вами сколько благодаря вам я два вебинара сделал два фильма когда полезли вот эти потом уже уничтоженные вашим финским ветки нижние уничтоженные вашим финским питомником а разницы нет смотрите значит украина белоруссия казахстан значит финляндия и кажется латвия один к одному все равно вам такие продадут теперь смотрим дальше итак сильная обрезка в надежде что и эти выживут агрески и отсюда полезут новые вот это ваш шанс теперь смотрим сюда значит раз навсегда надо бы запретить но никто запрещать не будет и вам будут продавать прямо с листьями вот такие вот выкормить их невозможно отрезать три четверти кроны как я бы посоветовал никому в голову не приходит а если приходит вот как это самое бывает так продал я вот спрашивал ребят ну я уже ладно не буду возвращаться режут они или не режут при продаже вот чтоб меньше был возвратов надо убедить человека что пол кроны надо отрезать тогда меньше возвратов ну кто лично на рынке торгует да вот это мои советы дальше как хотят а здесь получается так продал убеждай давайте отрежем пол кроны не смог убедить он сам виноват потому что выкормить вот это все этот лес невозможно они будут болеть 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 если вы присмотритесь даже буквально к близне вот смотрите ветки видите отрезаны смотрите вот вот сюда где мы это курсор смотрите отрезаны 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 вот у меня сейчас проблема с компьютером Юрий Владимирович мой брат он же мой технический руководитель в этом плане вот видишь брат тут должны быть плюсики минусики я хотел несколько раз приблизить и показать вам страшные раны вот они их даже сейчас ой вот страшные раны а я приблизить не могу и боюсь что еще испорчу почему за пределами экрана оказались плюс-минус то есть увеличивать и уменьшать я решил уже не буду рисковать достаточно видно но кто захочет приблизит и увидит вот эти страшные раны они сделаны специально вот не для того чтобы вас загубить просто они по-другому не мыслят это все смотрите сюда а это что такое а догадайте зачем они опилками это присыпали не догадались смотрим ну это ладно это это ну почти то же самое дело в том что вы видите саженцы умирающие посмотрите на листья они умирают можно ли их спасти да можно у них появится второе дыхание когда вы отрежете три четверти кроны за то же все таки корни есть почти нетронутые все таки земля есть но немножко поздно их продать не могут понимаете видите дальний план дальний план это вот пожалуйста это продукт смотрите внимательно вы видите как их растят их обязательно делаются в стабе вот так и дать это питомник это приготовлено на продажу А что эти самые сохнут листья? Ну, не успели вовремя продать. Их уже выкопали. Уже выкопали. Аккуратно упаковали. Но шанс спасти их только три четверти отрезав вот эти вот. Жик вот так вот. Полукратно вверху часть отрезать. Вот. А теперь смотрите сейчас. Во-первых, вот узнаете? Юлечка Матвеева. Вот она. Смотрите внимательно. Итак, этот саженец, догадались, где вырос? В ведре или не ведре? В ведре. Согласны? А теперь сюда глядите. А вот это вселенский обман. Это тот самый случай. Помните? Научилась женщина, досмотрелась моих вебинаров. Пошла на рынок. Вот. А потом пишет. Юрий Константинович, вы мне посоветовали подергать. Ну, чтобы убедиться, что выросли в этом самом горшке или посажены последние секунды в горшок. Ее слова на всю жизнь запомнил. Мне чуть морду не набили. Правильно? За такие надо. Можно быть, вы уже испортили коммерцию. Наверное, наконец, как его успели выдернуть. Внимание. Отличить сморча на будущее. Эти были посажены в последний момент. Так? А это выросло в горшке. Идем дальше. У нас осталось 10 минут. Еще важная тема, потому что сейчас за этой темой последуются скидки. Перед вами Чернобаев Леонид Дмитриевич. Художник, волшебник и прочее, прочее. Он посадил абрикосы из косточки на улице. Это на улице. Видели, что такое волшебник? Нет? Из косточки выросли на одном мелкие, на втором средние. Вот это сорт бай. Мелкие выросли месяцем раньше. Мы сразу их выделили, как назовем это, сверхранье. Представляете, на месяц раньше зацвели и заплодоносили. Раз. Теперь второе. Итак, он выросил на улицу. Подходи, собирай. Это не все. Вот это вот выросло само. Рядом красный хутор и рядом шоссе. А красный хутор – это бесконечные птицы. И достаточно много волшебных вишен. Там клюет, сюда выплевывает или как-то через себя пропускает. Вот. Выросли местами вот такие вот небольшие заморозли. Вот шоссе пишет. Останавливаюсь, фотографирую, знакомлюсь. Днярельщанин. Купил дом в соседней деревне. Это 10 километров от меня. Саянская. На берегу Енисея. Сада нет. Был бы свой сад, зачем бы ему это надо было. И вот он прямо возле дороги. Это плохо. Это пыль. Это свинец. Это выхлопные газы со свинцом. Но представляете, как ему хотелось. Ну, предупредить, предупредил. Но он выбрасывать не стал. Сказал, помою. Вот так я познакомился с чеком. А еще получилось, что если бы это добро специально садить. И был, жалко мало времени рассказать. Был у меня друг. Он был тяжелейший инвалид. Вот. Фамилия его была Зверев. Как звать, уже забыл. Тяжелейший инвалид. Но он, тем не менее, через дорогу, вот он, сад, прекрасный сад. Ну, по тем временам прекрасный. В том числе было все вишнее. У него саженцы падали, проклевывались. Получалось, никому не нужно саженцы. Он их относил в лес и там высаживал. Вот. Просто относил и высаживал. Ну, правда, кончил, понятно. Спец этим... Ну, как он называется, спецбольницы. Ну, а инвалид глубокий. Его укусил этот. Его укусил... Клещ, клещ укусил этот. И вот получилось следующее. Я подумал так, смотрите. Вот это мы уже сегодня проходить не будем, как меня это самое... приняли за преподавателями. Кому надо тут потом вот этот просчет, а прикалываться я буду в следующий раз. Вот. Кому нужны два ведра, абрикосов, все ветровое дерево. Это он про меня. Хе-хе-хе. А таких преподавателей, как я, 90%. Ну, в общем, все-все проехали. Так вот, здесь мы останавливаемся, время дальше истекает. Итак, смотрите. Посмотрев на Чернобаева, значит, один из вас, ну, кто я сейчас не вспомню, ну, с такой памятью. Один из моих близких друзей, один из всех, кого я называю ведущими в кружке, тоже вырастил абрикосы на улице. Так? Третий случай был, когда абрикосы, персик заплодоносил подмосковье на улице, только потому, что его никто не узнал, пока он плоды не дал. Вот такие дела. Я придумал так. Случай случился недавно. Вот, совсем недавно. В течение ближайшего месяца это, значит, ко мне обратился, может, директор школы, может, частная школа, Иркутск. Он купил у меня то, что называется немеренное количество семян. Ну, естественно, со скидками. Вот, значит, и я еще даже больше положил, чем он просил. Короче, семян было больше двух тысяч. Семечки, косточки, там, ну, еще материалы эти, книги, диски, диски не помню, но книги точно положил. Вот и так далее. Так вот, я потом подумал, а он хочет детей, частной школы, и деньги немалые потратили, ну, чтоб дети стали настоящими садоводами. То есть, это значит, что не так, а как мы проходим. Смысл садоводства, смысл биологии, что такое червь, что такое эти самые, почему там, значит, корни нужны до самой, это самое, до чего-то не до центра земли, и так далее, и так далее. Вот. Вот это все, они, ну, в основе понятно, что мои книги, мои диски, мои эти, лекции, чтобы дети выросли настоящими. Вот это он имел в виду. И вот такой огромный заказ он сделал. Тогда я, прошло время, так, я надеюсь, у него все сбудется, так. Потом еще ко мне обратился человек, который тоже купил немеряно, порядка тоже, двух тысяч семян, отводит под это несколько гектаров, кажется, на Алтае. Вот. Но это его дело, он подчеркивает, что, ну, так сказать, денег на это не жалко. Но я подумал так, как сколыхнуть народ? Смотрите, я не говорю, к школьным учрям не обращаюсь, им не до нас. Вот. Я обращаюсь к вам. Итак, кто-то из вас берет, заказывает каталог, смотрит, что у меня есть, а еще есть практически все. Яйца ограничиваем в персиках. Еще несколько человек получит по 10 кусочек, а дальше пойдет уже по 5. Заканчивается. Вот. Буду ограничивать. А пока еще несколько человек по 10. Так вот, я хочу сделать следующее. Я вам даю, друзья, не обращаясь к директорам, это бесполезно, не обращаясь к священнослужителям, хотя само понятие, что рай – это сад, но это не значит, что тут же бросится скупать у меня косточки церковных служителей. Нет. Я обращаюсь к вам. Сделайте доброе дело. Купите, кто может, 40 косточек, купите, кто может, 100 косточек, 200, 300. Вот. И прорастить, это надо делать самим. А стоит только подарить школе, выбросят. Не выбросят, но и все испортят. Проходили. В церкви. Вот. И дальше, это серьезная скидка, это третья часть практически. Вот. А дальше, ну, зарабатывайте, я считаю, я почти зарабатывал все место в раю. Вот. Не мелочился никогда, знаете. Вот. Вырастите 10, 20, 30. Помните самый первый? Вот я обратно. Вот. Видите, я не болтун. Вот. И с такой большой скидкой попробуйте сделать доброе дело на школьном участке. Договоритесь с учителем биологии. Пусть садят вот-вот саженец, а вы же, кто-то из вас может сказать, давайте я, учителя, один урок проведем на улице. Давайте вот тут отгородим, хорошо бы отгородить. Вот. Чтобы не затоптали. Вот. Еще неизвестно, какой забор там этот в школьном дворе. Вот. Огородить. Посадим. На ваших глазах отрежу. Пусть дети посмотрят. Сделайте доброе дело. Поможете мне, потому что не выжить мне, я десятками людей помогаю. Я живу на пенсию. Понимаете? Я, Железов, живу на пенсию. Вот. Если бы знали, как его условия, это между неситою и бедностью. В каких условиях меня окружает. Я еще раз говорю, помогите. Как сделать доброе дело? Есть же такое, вот если бы это всей страной, помните, как тот превратился в медведя? Ну, сказка была, фильм. Ему говорят, ты хочешь стать человеком? Сделай доброе дело. Вот. Так и тут. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Ведь вырастет вот это, вот, вот это вырастет. И еще третья запятая, школы, церкви и скверы. просто незаметно. Сергей с этим, с Андреем садили на берегу Енисея абрикосы. И тут же выкопали. Ну, что есть, то есть. Вот. Тоже хотели сделать доброе дело. Тоже врачи хотели. Не получилось. Вот. Выкопали. А можно так посадить, что никто не заметит. А потом они растут мощно. Невероятно мощно. Вот сейчас, ой, нет, время вышло. Хотел вам похвастаться, как за пять лет вырастают абрикосы до восьми метров. Вот. Все сказал. И, возможно, если я иногда оставляю что-то важное на потом, на потом, да, и в результате что-то забываю очень важное. Вот про это мы проходили, это проходили, и это проходили. Сейчас, сейчас. Я чуть-чуть пролистаю вперед. Это будет важнейшая тема. Ну, уже в следующий раз. Вот. А то собирается нанимать тысячи рублей, и платить, чтобы деревья изувечили. Секунд пять тратит на мой друг и старух, на омолаживший обрез. Пять секунд. А там полный день пять-десять тысяч. Чувствуете разницу? Вот это я обещал прокомментировать. Но уже не буду сегодня. Но мы успеем. Какие вопросы есть? Что больше является? Подвойно привыно. Не привыно подвой. Да вы представляете, какие люди нас окружают-то. Для меня кажется, как письмо-праздник. Влезь, кровь, груши, тело его. Он не знает, что это все уже изобретено Ничурину. А может, знает. Ой, потом будем. Потом, 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 потом. Вот. Вот. На корне мы смотрели, как на это самое, качатели значит, незамерзающего раствора. Вот. Который мы в обиходе называем антифриз. А я теперь называю это. А сейчас мы будем смотреть на них, как на скелета-образователь. Это тоже скелет, только под землей. Видели? Это все надо знать, ребята. А вот свежесть, это я вам свежее нашел. Это просто удивительно. Только, ну, некогда комментировать. Вот. Еще раз вернемся к пану Соболю. Вот. Еще раз. Пробачивайся, пан Соболь. Я вас не оставлю теперь. Вы на нас обратили внимание, хотели обратить свою веру. Не выйдет. Не будем мы персики калечить. Не будем. Вот. А это будущее денег. Знакомьтесь. Вот. Эх, время вышло. Артем Андреевич Семенченко. Вот таких молодых ребят побольше бы нам. Мы же не знаем, что такое граница. Для нас граница какая? Для нас, садоводов, государственных границ нет. Для нас есть граница климатических зон. Точка. Это мы тоже будем изучать. Ну, наверное, вот тут закончим. Вот это все собирается в костер. уникальные черенки. Это выборкованные. Но из выборных черенков можно было вырастить все сады в научных учреждениях. Вот с такими плодами. Вот. А это все выйдет в костер. Так, ноль внимания. Вот идут годы, десятилетия. Ноль внимания. Вот интересно, да, второй сад, который не вступает в меня, это Владимир Ковы, Галины. Вот. Галь, скажи, пожалуйста, тебе там несколько, это я в глухомании, там, у меня Таёжный тупик. Тебе много этих самых ученых приехало, а? Поплакаться, сказать, ну, не хотим мы 30 лет тратить. Давайте нам готовы. Мы вам приплатим. А то и просто. Подарите, а нам надо карьеру сделать, нам надо это. Ну, много тебе, Галь, таких обращалась. Всё. Закончили. Я не сильно. Два часа перелез. Четыре минуты. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Сейчас, это самое, мы с вами перебираемся в, там, где вторая, там уже диалог, там, пожалуйста, общайтесь со мной, сколько влезет. Вот. А, кстати, заметьте, Александр Иванов, абрикосовый костик, супер, 55. Вот это наш человек. Кольщики перчика, 22. Извини, 10 будет. Всё, опоздал. Семеново-суриевская груша. 100 штук, ну, тут понятно. Это шутки, это шутки в сторону. Это будет лучше грушу. Никто мне не заказывает по 100 штук. А вы где садить будете, Александр? А, в Армении. Ёп. Всё, молчу. В Армении, ребята. Идём дальше. В Армении. Рахманин просит каталог от Серденков. Вот. Ё-моё. Что пишет Александр Иванов? Вот этот. Спешки нет. Оказалось, заграницам нужно справки, расторможка и прочее. Ой-ё-ёй, хорошо, Казахстан не надо. Какое счастье. Армения, видимо, всё-таки не такая уж союзная республика, как Казахстан. Казахстан не надо. Белоруссия не надо. Ой-ё-ёй, тогда что получается? Получается, я не заработаю, и он не получит, не бросит. Так, гражданин Иванов, в Армении, попробуйте найти их. Да, границы они всегда дырявые. Так не бывает. Так. Сейчас мы с вами заканчиваем эту тему и переходим сюда. переходим сюда. Ох, я сегодня договорил. Это мой стиль. Многим нравится. Многим нравится. так. Всё, сейчас мы с вами заканчиваем. Отпускайте меня на кухню, пожалуйста. Пять минут как-то без меня, а потом с вами пропейте. всё. Да. Оторгайся. Продолжение следует...